Главный конкурент цифрового вещания – кабельное телевидение. По словам заместителя министра по связям и массовым коммуникациям Алексея Волина, 40% нижегородцев выбирают именно кабельное телевидение из-за возможности смотреть все 60 каналов, тогда как цифровое телевидение может предложить лишь 20. Поэтому пока не придумали веских аргументов в пользу цифрового телевидения, быстрый переход на цифру вряд ли будет. Я думаю, что говорить о том, что в ближайшее время в Нижегородской области может произойти тотальный переход на цифру преждевременным, поскольку сейчас достаточно велика доля и эфирного телевидения. Тем не менее, дата поставлена – 14-й год. К 16-му перейдем полностью. К этому же времени должен решиться главный вопрос – какая региональная телекомпания войдет в первый мультиплекс совместно с 9 федеральными каналами. Среди главных претендентов и наша телекомпания. По словам генерального директора ННТВ Александра Нехорошего, именно наша телекомпания имеет все шансы на успех. Пусть победит сильнейший. Я считаю, что ННТВ – естественный претендент на победу. Речь идет о том, что мы производители собственного контента полные. Мы распространяемся в области полностью. С нами сотрудничает огромное число районных телекомпаний. И это абсолютно серьезный аргумент для того, чтобы ННТВ могло серьезно претендовать на вхождение первой мультиплексы. Между тем, к внедрению цифрового вещания в области практически все готово. На главной телебашне установлено современное оборудование, а в городе Саров уже осуществляют пробные пуски. До конца 2013 года вся территория Нижегородской области будет готова для того, чтобы вещать в первом-втором мультиплексе. Словом, если учитывать, что эту важную тему заместитель министра Волин приехал обсуждать именно в Нижний Новгород, говорит уже о многом. Это значит, что со второго полугодия нижегородцам представят действительно веские аргументы в пользу цифрового телевидения. А у мультиплекс войдет достойная телекомпания, скорее всего, ННТВ.